Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня с вами находимся на Азовском море. Здесь адрес улица Курортная, 104. Через Яндекс можно найти как гостевой дом Мартина. Это говорит о том, что все будет напрямую. Номера телефонов и все, что вам надо. Сзади меня подогреваемый бассейн. Огромная территория, дом. Это один из вариантов, которые вы сегодня посмотрите в дальнейшем в ролике. Но сейчас давайте все по порядку. Покажу со двора. Один домик, второй домик. Эти дома можно снимать круглогодично. Там есть еще два домика. И за ним будет еще один домик. Их можно объединять. Я вам покажу, как это все работает. Вдруг у вас большая компания. Вы ищете место для отдыха, проведения какого-то мероприятия. Можете приехать сюда на Новый год. Говорят, вообще постоянно все занято. Люди пользуются. Здесь есть даже в домах сауна. Ей можно пользоваться только не в летние месяцы. Чтобы напряжение выдерживало. Ну а сейчас пойдемте смотреть. То есть парковочные места вдоль. Вон, вон. То есть мест много. До моря здесь 250 метров. Здесь рядышком все нужные вам заведения. Столовые, пивнухи. Бассейнный комплекс есть. Вот прям через дорогу от нас. Где проводятся пенные вечеринки. И разнообразные там движухи. Ну и заходим. Что немаловажно. Это то, что территория полностью закрыта. Если вы приедете несколькими семьями, вы можете закрыть территорию. Ваши дети будут находиться здесь. Есть ногомойка. Есть дополнительные души, туалеты на улице. Как я сказал, бассейн с подсветкой, с подогревом. Здесь, кстати, очень много таких интересных дизайнерских вещей. Есть две мойки, лежаки, батут. Вот это вообще моя любимая тема, на которой можно посидеть, отдохнуть. Есть свой мангал, например. Есть также беседочка для отдыха, в которой вы можете разместиться с холодильником. И, говорится, отдыхать на улице, друзья. Телевизор, если надо, повесит. То есть все, что только вы хотите, о чем только подумайте. В дальнейшем я покажу. Ну, вдруг у вас больше приедет, захотите там. Еще один здесь можно объединить его с соседним задним домиком. Нему попозже. Давайте заходим внутрь и смотрим на всю эту красоту. Начинаем обзорчик, дорогие друзья. Вау, да? Это 100 ручной работы. Как вы понимаете, как раз рассчитанной на много-много людей. Там есть какое-то мероприятие. Приезжайте. С этой стороны холодильник, кухня с набором посуды, плитами. То есть все то, что вам может понадобиться. Везде очень интересный интерьерный подсвет. Водичка бежит. А это самое главное. Здесь есть караоке, сплит-система, музыка. То есть вы можете устроить себе все, что угодно. Любой танец. Можете навести QR-код, свой телефончик. И уже получить номер телефона, куда вам позвонить. Микрофоны лежат. Ну, то есть тусовочный дом, друзья. Теперь давайте по комнатам, которые есть на первом этаже пробежимся. То есть одна из них – это санузел. Стиральная машина. Пожалуйста, туалет, раковина, зеркало, фен. И со своим бойлером. То есть вы не будете зависеть ни от чего. У вас все автономное, все полностью свое. Здесь находится, наверное, сердце этого дома. Особенно, как я сказал, в межсезонье. Обратите внимание, на эти вот такие вот прям великолепные вещи. Очень красиво все это смотрится. Мы с вами заходим. Здесь сауна. Полотенчики хранятся. И вот такая вот красотища. Большая зона сауны своей печечкой. То есть надо разогрели, прогрелись, отдохнули в бассейне, пошли, покупались. Рядочком находится душевая. Вы заходите. Это экстрим ведро. И здесь такая душевая комната. Далее на первом этаже есть еще одна комната, дорогие друзья. Можете увидеть, как она выглядит. Здесь есть зеркало, сплит-система, телевизор. И вот такой вот диван, раскладывающийся на двоих человек, чтобы спать. То есть смотрится все очень симпатично. Мне нравятся здесь такие прям клевенькие подсветочки, создающие настроение. Лестница подсвечена. Поднимаемся наверх. Лестница довольно-таки удобная. Посмотрите, какие здесь тоже интерьерные решения. И сверху мы имеем четыре спальни. Начнем мы не с них, а с санузла. Есть место для хранения, кстати, каких-то вещей. И санузел. Мне тут очень понравилось, как они выглядят. Смотрятся симпатично. Такая вот подсветочка интересная. Раковина, зеркало. То есть все, что надо. Вот такая комната. Тоже очень красиво обработанное дерево. Кстати, все дома экологичные. Из бруса выполнены. Аромат дерева здесь присутствует. Постоянно очень вкусно дышать. Такая кровать. Очень большая. Две имеются тумбочки. И вот такая подсветка с задней стороны. С этой кровати вы можете смотреть на вот такую систему с телевизором. Скажите, красиво смотрится? Сплит-система, кстати, есть. Это вторая спальня. Здесь можете увидеть тоже такая интерьерная. Подсветка. Столик, зеркало. А также вот такая вот большущая кровать. И две тумбочки по бокам. Комната тоже довольно-таки большая. Но она, в принципе, идентична той. Напротив них есть две комнаты, которые с балконами. Также система кровать большая. Но здесь у нас уже вид на балкончик. Тоже все с подсветочками. Таких же цветовых гаммах. Зеркальце имеется. И выходим на террасу. Есть место с одной стороны посидеть. И с другой стороны посидеть. Вид он на бассейн. Как же сюда слышно, как шумит море. И на сегодня такой бушующий, настоящий азов. А у вас свой бассейн с подогревом. И ничто может, так говорится, помешать получить удовольствие от отдыха, друзья. Бассейн – это очень важно, когда есть. Потому что любая погода для вас будет с водными процедурами. И еще один номер для того, чтобы вы могли разместиться со своей семьей или друзьями. Все номера изолированы. Особенно, когда приезжаете в большой компании. Это важно, чтобы друг другу не мешать. Как видите, наполнение номера такой же. И также на ту же самую террасу отсюда выход. Самый важный вопрос – сколько стоимость отдыха. Повторяю, этот дом можно снять круглогодично. В сауне работает, кроме трехлетних месяцев в нем. И стоимость данного дома будет 20 тысяч рублей на компанию в 10 человек. Как и было озвучено, за этим домиком есть проход и можно пройти в другой домик. То есть отсюда прогуляться. Если, допустим, у вас приедет больше людей. И только давайте зайдем с той стороны. Здесь бассейн будет убираться, будет свободный проход. И здесь также смогут проживать еще люди. Ну, а если нет, то закрываются и у вас абсолютно разные дома для отдыха. Пошел, специально обошел. Чтобы вам показать территорию дома, то есть покои машины. То есть здесь домик максимум до 7 человек вмещает в себя. И заходим, смотрим территорию. То есть, как я вам сказал, там все закрыто. Свой бассейн. Бассейн будет профильтрован. Только запустили. С левой стороны есть мангальная зона. И сам домик вот такой вот двухэтажный. Есть тоже лежачок. Ну и заходим, смотрим. С левой стороны у нас холодильник, стол, стулья. Как раз-таки на 7 человек есть своя кухонная зона. Плита, микроволновая печь, там наборы посуд. То есть, ну, тут все это присутствует, друзья мои. Если вдруг, допустим, прохладно, да, там стало там или ветер, в чем-нибудь вот эти ставни опускаются, здесь включается освещение, у вас получается своя закрытая кухня. То есть, очень удобно, классно. То есть, от террасы до закрытого помещения. Заходим. Здесь на входе у нас лесенка прошла в левую сторону. Туда прямо у нас санузел. Давайте сразу начнем с него. Заходим, смотрим. Душевая зона. Санузел огромный. Есть своя раковина, зеркало, стиральная машина, свой бойлер. То есть, все то, что вам может понадобиться на отдыхе. Красота. В ходе у нас также есть зеркало и комната для размещения. Здесь есть детская кроватка, диванчик, раскладывающийся на двух человек. И вот такой вот телевизор со столбиком и сплит-система. Ну, это евро-раскладушка, вдруг, если надо, то есть, она становится как кровать. Поднимаемся наверх. Вот так вот выглядит лесенка, и там две комнаты. Смотрим первую комнату. Телевизор. Кровать односпальная. Две тумбочки. И еще односпальная кровать. То есть, в принципе, места много. Эта же комната выглядит по-другому. Здесь двуспальная кровать. Здесь две тумбочки. Освещение. То есть, ну, такая родительская спальня большущая. Также телевизор и комод. Здесь сплит-система сделана так, чтобы она работала на две комнаты. То есть, отпустили, отхолодило, и все, можно все выключать и отдыхать. Домик, как я вам и озвучил, дорогие мои, работает только в летнее время. Стоимость у него вот сейчас 6 тысяч, 7-6 тысяч. Это значит, что в июле будет максимальная цена, в август опять снижение. Все это чудо до 7 человек. По-моему, великолепный. Ценит в 250 метрах от моря. Или, можно сказать, в 4 минутах ходьбы. Люди здесь прогуливаются. Сейчас мы с вами посмотрим еще вот эти три домика. А их, кстати, можно все объединить. Этот домик у нас сейчас будет на 10 человек. С возможностью объединения с ним. Либо сразу со всеми тремя. Все зависит от компаний, которые к нам едут на отдых. Ну, и начнем с территории. Тут, как говорится, кому что надо. Бассейн также с подогревом. Большая такая территория. Имеется мангальная зона. Место, где можно помыть ножки после пляжа. Вот такая вот терраса, на которой сможете отдыхать со своим столом. Очень много таких эксклюзивных вещей. Мне нравится. Бассейн с детской зоны. Красиво смотрится. На отдыхе, я думаю, больше ничего. И не надо, друзья. Здесь, возможно, посушить свои вещи. И заходим в сам домик. Повторяю, все дома – это эко-стиль, друзья. То есть, очень полезно для проживания. Особенно в летний период. Приехали на отдых. И все будет классно. Посмотрите, сколько разнообразной подсветки. Какая красота здесь. Здесь можно увидеть, насколько красиво выглядит стол. Также для всех хватит места, чтобы присесть. Есть кухонная зона, телевизор для развлечений. Холодильник, сплит-система, набор посуды. Также здесь на первом этаже присутствует сауна. Посмотрите, как это выглядит. Здесь душевая с экстрим-ветром и сама зона для купания. Есть все необходимые принадлежности. Какая-то красивая подсветочка. Также здесь есть лесенка с подсветкой на второй этаж. Но посмотрим сначала первым. Одна из спален, которая здесь расположена. Можете посмотреть на убор. Большущая кровать. Надо делать на акцент. Есть телевизор, пледсистема, две тумбочки. И хорошие такие торчеры. Также имеется место для хранения вещей и зеркало. Также очень понравилась здесь зона душевая. Потому что она с ванной. Вот такой унитаз. Место явно не экономили, чтобы больше спаринг сделать. И выглядит теперь это очень красиво. Посмотрите, какая зона для умывания. Зеркало. В общем, комната здесь вот такая, царская. Идем дальше. На второй этаж подъем у нас. По лесенке. Подсветка смотрится восхитительно. Да, нет. Пишите. Вот такая люстра сверху. Здесь такой вот стол на втором этаже. Три спальни и санузел. Давайте начнем с санузла. Выглядит он вот так. Раковина слева. И сам санузел. А теперь по спальням. То есть они очень светлые. Светлые. Очень такие большие. Тоже с подсветкой. С предсистемами. Телевизорами, зеркалами. Все, что вам может только понадобиться. Картины, кстати, говорят, что тоже эксклюзивные. Выполненные в одном экземпляре. Только для этого гостевого дома. Следующая спальня. Она, в принципе, зеркалит ту. И здесь то же самое. Картина говорит о том, что действительно они все уникальны. Очень важно, что кровати настолько большие. Следующая комната. Здесь ее не стали делить, а сделали очень большую. Можете увидеть здесь раскладывающийся диван. Двуспальная широкая кровать. И также картины, люстры, телевизоры, стумбочки, подсветки. То есть очень много всего интересного. Спецсистема также имеется. Отсюда выход на террасу. С террасы открывается шикарный вид на бассейн. Можете посмотреть. И есть вот такое вот кресло, на котором можно сидеть, качаться. Теперь по объединению, друзья. То есть, видите, вот эта калиточка. Можно с соседним домиком объединить. Можно те два домика объединить между собой. Можно их все вместе, втроем убрать полностью. Вот эту перегородочку. Здесь открывается калитка. И вы сможете отдыхать вместе. Так как этот дом рассчитан также до 10 человек. Стоимость у него 20 тысяч рублей. А те дома будут подещевлены. Очень важно отметить, что температура воды в бассейне очень высокая. То есть, очень тепленькая. Обещают, что будет в среднем 32-33. Но, говорит, вот эти дни пока было прохладно. 35 было. Люди, которые отдыхали в этих домиках. Вообще, никуда не ходили. Отдыхали возле бассейна. У нас была плохая погода. Несколько дней. Смотрим еще вот эти два домика. Они сдаются только в летние месяцы. Парковочка перед домом. Здесь за углом. То есть, машины есть куда поставить. Также на территории. И работает видеонаблюдение, чтобы вам было максимум безопасно и комфортно находиться. То есть, про возможность того, что можно объединить, допустим, вот этот домик и этот домик. Вот этот вот забор. Четыре болта. Убрали. Все. И у вас, получается, два домика для большой семьи и компании. Бассейны. Вот эти вот каркасники. Они без подогрева. Но у вас есть также своя мангальная зона. И кухня. Прямо здесь с видом на бассейн. Если не надо, вы берете, опускаете жалюзи. И у вас, получается, закрытое пространство. Это, на самом деле, очень классно. Мне понравилось такое решение. Смотрим по домикам. Стол, студия. Для того, чтобы вы могли здесь разместиться. Также очень интересные интерьерные решения. Такие вот вещи, которые притягивают взгляд и смотрятся довольно-таки привлекательно. Есть кухонная зона со всем набором нужных вам принадлежностей. Плита, микроволновка, чайник. То есть, ну, абсолютно все, что вам только может понадобиться. Ну, и очень красиво смотрятся разнообразные такие вот картины. Дальше мы заходим в дом. Отмечаем, опять-таки, о том, что здесь все спальные комнаты разъединены. И друг к другу мешать вы не будете. Такая подставка под цветочки смотрится очень красиво. Ну, я не знаю, хожу по этому дому как по музею. Потому что очень много всего интересного. Выглядит не как обычно в обычной гостинице. Здесь можете увидеть вот такую комнату. Большая кровать, спецсистема, две тумбочки. Есть место, куда повесить ваши вещи. Зеркало, телевизор. То есть, все очень симпатично и все, что надо на месте. Проходим дальше. Допустим, можете здесь видеть также холодильничек есть. Есть санузел. Есть свой бойлер большой. Этакая чаша раковина. И столешница. Под нее эксклюзивный унитаз. Красивый. Все нравится. Скажите, тут Юра ходит ремонт, хвалит. Ну, действительно, хорошо, классно. И плюс аромат. Помимо моря, также пахнет лесом. Невероятно. Отсюда поднимаемся на второй этаж. На этом, такая великолепная люстра. Что мы здесь видим? Сразу три двери. Одна из них санузел, туалет. Я туалет этот выложил в телегу. Мне понравилось, как он выглядит. Видите, вроде бы все просто, но очень много места. Дополнены какие-то декоративные элементы. И санузел прям, ну, очень классно смотрится. Обязательно пишите, как вам. Мне будет очень важно, интересно слышать ваши отзывы. Давайте пойдем в эту дверь. Смотрим. О, у нас тут балкошка открыта. Заходя в комнату, мы видим, есть кресло раскладывающийся, есть сплести система, есть вот такой столик, подсветочка очень красивая, две тумбочки, телевизор, зеркало. То есть, все, что вам надо. А также с этой комнаты имеется выход на балкон. С балкона у нас открывается вид во двор, на бассейн, на мангальную зону, где вы можете отдыхать. И также вот есть место, где посидеть, провести время. Вот оно, море, я его отсюда спокойно вижу. Друзья, красивая, азовская, со второго этажа, реально стрелать сидеть на море, и на бассейне. Картинка, как я говорил, это отдельный вид искусства, смотрится красиво. Так как это летний вариант, такой вариант вешалок используется, потому что майки, шорты повесить, особо много места не надо. Здесь, конечно, особо не взяли все шубы и платья выгулять. Тут другой разговор. Смотрим следующую комнату. Тоже очень просторная, классная спецсистема, столик, место, куда повесить вещи, подсветочка, и зеркало, телевизор. Все, что вам, друзья мои, может только понадобиться на отдыхе. Хотя, для меня, вот, кровать, рядом море, чего еще надо. и так же выход на этот же балкончик. Здесь, кстати, вот справа, если у вас стороны, стеклом сделано. Тут, если будет пробывать ветер, вы там спрятались и отдыхаете. На балконе очень комфортно. Стоимость отдыха в этом домике будет стоить 8, 9, 8, то есть июнь 8, июль 9, август 8. Приезжайте. И количество людей 7-8 человек, друзья, как я говорил. Соседний домик отличается от этого немножко дизайном своим. Ну, я думаю, что посмотрим, что была полностью вся картина. Тут есть мангальная зона, имеется свой бассейн, есть куда повесить ваши вещи для сушки. Также имеется кухонная зона, где можно приготовить еду, посидеть, набор посуды. Интересные картины в этом месте. Смотрится все. Симпатично, классно, наборы полные, то есть все, что только может вам набиться. Здесь, допустим, 7 стульев стоит, поэтому комфортно 7 людям будет здесь. количество так же, 8 человек. Смотрим, это прихожая. Есть вот так вот место, куда повесить вещи. Уже по-другому цветы расположены. Эта комната выглядит вот так. Вот кровать, спецсистема, картина, тумбочки. Люди говорят, ох, картины, это так важно. Но поверьте, когда вы приходите в уютный номер, видите красоту вокруг себя, вам отдыхается больше с удобством. Здесь, конечно, вы это не замечаете, но это, как говорится, ваш вариант. Есть зеркало, также можно увидеть лестницу, пошел на второй этаж. Тут есть холодильничек и санузел. Санузел в этом номере выглядит в таком формате. То есть, туалет, раковина, стиральная машинка, бойлер и зону, где можно помыться. На второй этаж бежим, здесь это максимально. Также все рядом, тоже интересная люстра сверху, поднимаемся. Показательное, я вот обзор комнат начинаю с самого зла, потому что мне тут понравились, как они сделаны, симпатично смотрятся, много, так сказать, сил потратили люди, которых создали, потому что прямо вот додумайтесь, да, такую красоту замутить вокруг зеркала. Многим на заметку будет, потому что очень много интересных дизайнерских вещей. в один слой, так сказать, здесь уложено половое покрытие, ламинат и смотрим комнату. То есть, она отличается от той, я думаю, вы увидите, напишите, чем. Здесь есть тумбочка, диванчик, раскладывающийся, две краприкроватные тумбочки, место, куда поесть ваши вещи, большая кровать, телевизор, предсистема и также выход на террасу. Терраса, примерно, такого же формата, стол, столик, вид на море, на бассейн, на мангал. Да, есть все-таки у людей таланты, кто смотрит прям красиво. Смотрим соседнюю. Так, место, куда повесить ваши вещи, комонд, две тумбочки, фонарики, телевизор, предсистема, большая кровать и такой же выход на террасу. Дорогимые друзья. Мне будет очень интересно услышать ваши отзывы про эти гостевые домики, которые мы сегодня с вами посмотрели и ценник у этого так же. 8, 9, 8, то есть июнь. 8, 9 в июле и август также будет 8, 7, 8 человек размещения. Ну, теперь пойдем посмотрим, какая инфраструктура. Рядом мы потратим 4 минуты, чтобы дойти до моря. Ну, при приходу, вот это, море вся говая доступность. Места вы увидели. Начинаем от луга, домик у моря, координаты всех, ребята, указаны. И мы отправляемся на море. Море здесь бывает разное. От Мальдив до такого штормящего, как сегодня. Все, цель показывать по-честному, чтобы вы знали. Самое главное, что, несмотря на шторм, у вас в этих местах есть возможность отдыхать. Используем водицы наши. Выходим, вот он, бассейнный комплекс. Можете посмотреть информацию о нем в интернете. Оазис называется. То есть там развлечения, пенные вечеринки, вся движуха голубицкая сейчас стекается именно сюда. Здесь хорошая парковка, подъезд, то есть асфальт, никаких проблем у вас не будет. Ну и Кубанская винная компания, пившоп там, мясо и хлеб, пицца, все здесь есть, чтобы проводить отдых достойно. Если вы не хотите сами ничего готовить. Также работают разнообразные доставки. Ну, а может вот сейчас давайте отсюда. Я просто минуту проболтал, чтобы было по-честному. Вот отсюда начинаете замерять место. Сколько идти здесь до пляжа. Цветы, фрукты, овощи, уже фрукты продаются. Постепенно все начинает работать. Сегодня на календаре у нас 5 июня, 15-12 по времени. В принципе, здесь уже люди сходили на море и пошли по своим домикам отдыхать. Я помню, когда мы сюда приезжали и предлагали покупать участки, ребятки, мне говорили, что да, кто здесь, чем мы там будем пользоваться. А сейчас это одни из лучших мест и пляжей для отдыха на побережье. Вот вам, пожалуйста, с правой стороны открылись торговые ряды и точки. Работают машинки. Здесь делают уже тротуар в скором времени. Можно будет вообще прям с комфортом гулять в Альма, в сыроварне, винодельне. Себе домик даже прикупили и занимаются продажей. Ну, друзья, вот еще буквально 10 метров и пляж. Есть мини-маркет магазинчик. То есть такой-то вонечки интересный развивающийся райончик. Честно, вино, Вальмут. А, тут много, кстати, производителей. Кубанскими винами у вас точно проблем не будет. Люди приезжают, эти паркуются, ходят на пляж, купаются, несмотря на то, что там сегодня шторм. здесь вот тоже какой-то на столовую. Похоже, большое помещение строится. Думаю, в ближайшее время заработает. Самое главное, что приходит сюда вот разный бизнес, чтобы вам было чем заниматься, чтобы поесть. Вот местные приезжают именно сюда на пани. Это то, что этот пляж один из лучших считается в этом плане. Если вы не хотите ходить, вы можете на машине сюда приезжать, парковаться и выходить туда купаться. Так меня пропускают, надо пробежать. Друзья, даже смотря на... Мы смотрим ваши передачи. Спасибо большое. От души хорошего вам все. Ха! Вот это, да? Клево. Тоже много разнообразных магазинчиков. Я подъехал сегодня с утра вот тут припарковался, пошел, посмотрел, какое море снял, шторм для наших дорогих зрителей и поехал туда уже снимать, там гостевой дом. Флук тоже еще кубанский. то есть, здесь есть, в принципе, все. Душ, туалет также работает, класс продается. То есть, полностью весь комплекс услуг. Друзья, четыре минуты на море. Ценник. Ценивайте сами, потому что, как говорится, спорить себя не уважать. Там кому-то дорого, всегда кому-то дешево. Компания у всех тоже разная. Здесь, видите, от семи человек. можно, конечно, одному приехать, снять дом, а вай-фай есть, через интернет найти себе спутников или спутницы, отдыхать уже потом компанией здесь. Я думаю, многие не откажутся приехать на отдых именно в таком формате куда-нибудь, кому-нибудь. Здесь, на пляже, имеются разнообразные напитки, поесть, покушать и дореговая линия. Сегодня море штормит, выглядит оно вот так. Самое важное, еще раз говорю, вдруг, если что, у вас всегда есть под рукой бассейн. А в летний период также будет работать вот это заведение, пока не окончено работу, какие-то некрасивые зонтики и морюшка. Море, кстати, теплее, чем черное. Там, я смотрю, дальше купаются очень много людей. Здесь люди пришли, думают, окунаться или нет. Ну, я бы, по-хорошему, советовал бы, если купаться, то как-то рядышком, совсем рядом с берегом, чтобы туда глубоко не заходить. Ну, что это может быть опасно. Так море манит, конечно, тянет. Температура воздуха 24,7 у моря сейчас замеряют температуру воды. Отвечу вам, какое оно. Ну, сейчас я вам хочу показать, какое оно бывает в другое время, ни в что, чтобы у вас было понимание и контраст. Потому что место вообще классное, вот именно это в Голубицкой. Это не центральные пляж, это наоборот такой более уютный отдых, можно под деревьями сидеть, отдыхать. Очень классное местечко. Сегодня прекрасное море. Посмотрите, какое красивое море. Сейчас будем встречать закат. итак, мои дорогие, температура воды теплее, чем в Черном море. 22 градуса. В общем, она держится, то есть ветер попадает, чуть ниже опускается. Вот видите, опять поднялась 22. То есть море по теплоте будет гораздо лучше. В общем, хорошего вам отдыха. Видите, здесь даже сейчас мидии выбрасывает. Мне лично кажется, если бы я ехал на отдых в Голубицкую, я бы, наверное, приехал в такое место. Потому что пляж это мой любимый. Я сюда приезжал, сам купался на Азовском море. И постоянно, когда приезжаю, показываю это место. Ну, нравится оно мне. А здесь еще и места размещения. Телефоны, контакты, все напрямую для вас, ребят, без посредничества. Я, как говорится, свою денежку заработал, все снял, показал, рассказал. Ну, а если вы отдыхали где-то здесь, пишите ваши отзывы. Мне будет приятно и интересно. Всем пока. С вами был Юрий Азовский. Вам всем привет, Азовский. Надо добавить, что в Голубицкой есть все развлечения для детей. Они находятся туда поодаль. Там есть и парк аттракционов, и еще разные столовые, разные кафе, бары, рестораны. То есть на любой вкус, ребят. Здесь есть даже крокодиловая ферма, там разные животные. Все, что только можете себе придумать, потому что Голубицкая на Азовском море из Краснодарского края наверное, одна из лучших станиц для отдыха. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова